всем привет это you up design сегодняшний обучающий ролик будет про кэширование в общем и кэширование wordpress в частности я не знаю обещал я когда-то этот ролик или нет но у меня в голове он достаточно давно уже лежит ну для начала нужно понять что такое кэширование вообще кэширование это ну то есть кэш это информация которая в какой-то буфер попадает есть кэширование бывает вообще разное то есть кэш память даже внутри нашего процессора есть туда кидаются данные по каким-то операциям которые не нужно хранить в оперативной памяти потому что до нее намного дольше доступаться чем до кэша который непосредственно в процессоре находится но это в общем так кэширование но она вообще везде есть то есть на самом деле если мы даже с помощью jquery какой-нибудь дом request делаем типа складываем в переменную указатель на все элементы класса я не знаю там table то мы фактически кэшируем этот запрос для того чтобы его заново не делать мы его храним просто в переменной потом к этой переменной обращаемся чтобы сократить время выполнения вот тех самых запросов к дому ну в общем да поэтому кэширование на самом деле вот то о котором мы будем говорить на веб-сервере она позволяет снизить сильно нагрузка на этот сервер то есть но как как минимум увеличить скорость работы сайта как максимум если у вас там amazon какой-нибудь веб-сервис то и вы платите по нагрузке на сервер то это существенно поможет снизить ваши траты это зависимости от того как и где вы это используете в общем да давайте немножечко теории какое у нас бывает кэширование кэширование у нас бывает серверное и клиентское ну то есть это это очень грубое приближение понятное дело что это это такая классификация просто для того чтобы нам понять где и что настраивать серверное кэширование то которое происходит на сервере мы его не видим наш клиент его не видит и она на самом деле просто увеличивает скорость загрузки сайтов то есть сайты быстрее открываются потому что сервер отвечает быстрее чем он отвечал бы если вы ничего не было за кэширован клиентское кэширование это то тот набор правил по которым браузер все статические какие-то ресурсы даже некоторые страницы складывает внутри браузера если мы внутри одного и того же сайта ходим то половина файлов у нас на самом деле заново не загружается нам не нужно даже на сервер делать запросы то есть это второй такой вариант а мы обо всем об этом чуть поговорим серверное кэширование опять же это очень приближенная классификация я вот здесь разделил на то кэширование который сам веб-сервер выполняет то есть например газип сжать и сжать и это фактически не очень кэширование но просто это тоже к нашей этой теме подходит сегодня как типа того что ускорение ускорение сайтов интерпретатор то есть на уровне php в нашей ситуации можно разные кэширование включить диск кэш это кэширование который просто все складывает на внешнюю память файлы в все запросы в виде статических там html файлов складывает и нам просто их отдает она достаточно повышает работоспособность но она упирается в то что скорость доступа к этому диску она достаточно большая то есть существенно выше чем кооперативной памяти даже если вас на хостинге хорошие ssd apc или alternative php кэш это то что начиная с версии 5.5 или 5.6 по дефолту уже включено в интерпретатор поэтому на нем и остановимся но есть еще другие php акселераторы как это все называется x-cash например можно еще включить memcashd такой процесс который будет тоже это все кэшировать в такое key value пары но это наверное больше справедливо уже для каких-то сервисов с дикими нагрузками это в скоуп нашего вот этого видео вообще никак не подходит но есть еще кэширование на уровне базы данных то есть в данном случае наши mysql или maria db это такое более прогрессивный mysql нужно естественно тоже немного настроить в зависимости от того насколько у вас хостинг гибкий вам могут предоставлять или не предоставлять доступ по ssh туннелям чтобы вы могли сами ну и в зависимости будет у вас рутовый доступ или не будет то есть конечно такой такая настройка типа вот менять query cache thread cache thread cache кстати тоже справедлив только для большой для сайта с большими нагрузками поэтому да это лучше выводить на vps хостинги сайты с большими нагрузками на шарит хостинга держать не стоит ни в коем случае это смешно ну так вот и это это все можно настраивать с помощью конфигов там каких-то скриптов которые уже написала комьюнити то есть это тоже позволяет существенно увеличить время запросов к базе данных и большинство из этих запросов не выполнять заново просто отдавать уже готовые данные да то что касается клиентского кэширования это настраивается как на уровне сервера но собственно это все на уровне веб-сервере настраивается на не обязательно вручную то есть можно и с помощью плагинов это сделать то есть если мы говорим про wordpress то есть три классических плагина которые вы найдете во всех гайдах по wordpress кэширования и может быть во всех видео тоже я не знаю я сильно исследование на эту тему не проводил но как бы то ни было вот эти три принято описывать это в п супер кэш это плагин который все как раз в статические файлы кэширует позволяет отдавать ну там можно еще настроить то есть чтобы через печки даже некоторые вещи не проходили сразу отдавали статический файл это быстро здорово но это немного не по моему неправильно то есть все таки лучше всего кэшировать на уровне интерпретаторы просто время интерпретирования не компилировать ничего заново отдавать уже готовые готовые сформированные тоже запросы сформированные страницы по этим запросам bad кэш это плагин который использует самая крупная сеть wordpress сайтов wordpress.com они вместе с memcached с memcached его используют есть по моему от 2012 года доклад какого-то чувака из wordpress ком который рассказывает как они это все у них устроено то есть у них на веб-сервер engine x интерпретатор php fpm который по фас си джа и работает и вот такой вот кэширование варниш по моему у них тоже установлен если уже говорить о супер нагрузках товар не что же можно устанавливать настраивать но это из нашего скоупа выходит немного опять же ну вот мы рассмотрим в 3 total кэш потому что него хотя бы есть админочка то есть в по супер кэш он очень интуитивно понятен для новичков то есть можете его поставить попробовать можете сразу замахнуться на v3 total кэш ничего в нем такого сложного нету особенно после этого видео и но для него для его работы ну точнее не для его работы для того чтобы он максимально круто работал конечно потребуется доступ к вашему серверу если у вас шарит хостинг то надеетесь просто что вам ваш провайдер установил какой-нибудь php акселератор если же нет то придется довольствоваться дисковым кэшированием которые просто статические файлы отдает ну тоже вариант впрочем для того чтобы ускорить по дефолту очень медленные сайты мы бэт кэш не будем в этом видео рассматривать вообще потому что у него нету админки он уже настраивать через отдельный конфиг и собственно это тоже ничего сложного но это overkill в некоторых ситуациях плюс его помощью нельзя объектное кэширование настроить постоянное обычно в связке с бэт кэш используют плагин и писи object кэш или что-то типа такого как то так он называется но этот функционал уже встроен в 3 total кэш поэтому с ними разберемся посмотрим на примере моего сайта там это все есть то есть в 3 total кэш у меня установлен появляется здесь вот такая вот вкладочка performance начнем с general settings page кэш у меня включен и на уровне alternative php кэш у меня на сервере это vps хостинг php 5.6 установлен поэтому там по дефолту есть ipc и работать с ним по моему это это правильно но кто-то ставит x кэш я не знаю очень много было разных тикетов раньше по поводу того что x кэш отваливается там в какие-то моменты зачем испытывать судьбу там в общем были у них какие-то запятнанные репутации поэтому и писи сейчас в основном советуют использовать посмотрим я никогда если говорить про general settings то здесь только мы включаем это все потом впоследствии настраиваем на отдельных страницах я никогда минифай не включаю потому что если мы минифаем html то иногда могут у вас если вы онлайн блок элементы используйте порушится верстка там какие-то отступы пропасть что-то еще то есть но иногда это может что нибудь сломать поэтому аккуратно включайте если вы хотите сэкономить там сколько-то там байт или один килобайт даже целый на пробелах на white space и который в html и включаете но аккуратно а что касается css и gs я во время сборки своего фронт-энд проект это все уже сжимая вы наверное там на уровне гранты или галп это сжимаете я в код ките то есть это неважно поэтому я это никогда не включаю ну и собственно когда я еще это все не делал и включал минифай может быть года два назад там два с половиной он очень часто мне что-то ломал то есть когда я сжимал gs там какая-то аналитика рушилась может быть сейчас это уже все более или менее нормально работает пишите в комментариях если вы используете минифай но не знаю кэширование базы данных кэшин даты бэйс объекты крызи за респонс таймов я сайт best use if object кэшин из над посему я не знаю если их оба включать используется ли вообще даты бэйс кэш возможно используется объектное кэширование по дефолту и она даже не используется но для тех плагинов или тех каких-нибудь запросов которые в объектное кэширование не попадают хотя должны все попадать используется даты бэйс кэш она все хранится на внешнем диске объектное кэширование хранится в оперативной памяти если у вас на vps хостинге оперативной памяти достаточно они там не 256 или 512 мегабайт хотя их тоже хватит для не очень нагруженных сайтов но просто на практике говорю что может не хватить потому что по умолчанию объектное кэширование размечает себе достаточно много памяти и вам остатков просто не хватит для выполнения mysql поэтому объектное кэширование включаете только если у вас много оперативной памяти но относительно много датабейс кэш включайте если у вас не очень много оперативной памяти но например ssd то есть все равно ускорение будет все это вот тоже с помощью alternative php кэш браузер кэш это наверное самая важная в принципе настройка этого плагина если говорить о шарит хостингах потому что там половина вот этих плюшек может быть недоступна браузерное кэширование это просто настройки вашего сервера наверное у вас там апатч на шарит хостинге хотя может быть где-то nginx ставят я не знаю меня на vps nginx потому что он он круто работает со статикой вообще сейчас как-то в его сторону намного больше и гайдов и и хорошего фидбэка поэтому обязательно можете здесь внизу так здесь есть еще сиденьки если вы какую-то из дефолтных используете можете попробовать но мы уже говорили в нашем подкасте последний выпуск 26 посмотрите на канале и я потом на блоге про него тоже писал что использовать в российских реалиях какие-то иностранные сиденьки пустая трата денег потому что у вас может быть по пути попадутся какие нибудь узлы на которых достаточно большой отклик лейтенси и все плюсы использования сиденькой идут по месту там несколько хостов и все это все эти экономия времени она съестся на тех больших откликах которые вас на этих узлах будут поэтому используйте только для русских сиденок их здесь списке нет их можно отдельно настроить вот по ftp но это тоже опять же в этот ролик не входит можно мониторинг не релика сюда подключить я не пробовал один раз потом он платный стал сильно какой-то я это убрал так здесь есть еще несколько всяких каких-то настроек которые вообще они они немного не для этого то есть тут можно google page speed api использовать и подключить вот здесь на главной на вот этом дашборде чтобы вам показывать сколько у вас главное выдает по google page speed можно включить или выключить edge mode это режим когда самые последние какие-то надстройки вам прилетают в этой тотал кэша в том числе он нужен для того чтобы он круто работал с вот этим плагином wordpress seo от yost потому что он там какие-то правила добавляет по дефолту чтобы сайт мэп не сжимался и нормально кэшировался в общем да это вас если вы этот плагин и вместе установите вас попросят это все включить там сверху поэтому не волнуйтесь можно добавить debug mode для разных видов кэширования чтобы он в html комментариях вам писал какую-то информацию я обычно оставляю только page кэш чтобы смотреть как быстро что-то прилетело работает кэширование или не работает поэтому чего-то больше вам здесь даже и не нужно если будем смотреть страницы отдельные то тут тоже все достаточно понятно то есть все настройки они в принципе говорят за себя кэшировать главную страницу если она у вас обновляется не каждую секунду то наверное это было бы в принципе неплохо кэшировать ваши фиды rss кэшировать https реквесты здесь несколько разных вариантов здесь вот сколько чтобы был при лоад кэш то есть если вы запостили какой-то пост он уже сразу его загружает в кэш чтобы после того как пользователи заходили они уже кэшированный вариант получали то есть это происходит каждый 900 секунд это обновляется в принципе такая тоже стандартная практика кто-то ставит это больше кто-то меньше то напрямую зависит от настроек вашего сервиса от вашего трафика то есть но пробуйте ставьте и думайте вот вот это кстати настройка сайт map сайт map index xml она автоматически ставится как вы включаете v3 edge mode и интеграцию вот с этим плагином то есть здесь вот она тоже пишется advanced late initialization это фрагментирование этого кэша тоже как бы можно все оставить по дефолту здесь это не самое главное датабейс кэшинг тоже никаких изменений по умолчанию можно не включать можно его вообще не включать но здесь вот есть основные настройки что не кэшировать для залогиненных пользователей это и в page кэши тоже было по умолчанию с объектным кэшированием то же самое то есть есть глобальные группы они все дефолтные если вы пишете какие-то плагины то вам тоже это нужно знать то есть я сейчас расскажу чуть-чуть про объектное кэширование она работает по умолчанию для опций то есть если вы в ваших темах плагинах используете get option set option и их запрашиваете например с помощью функции блога инфо то вы не делаете запросов в базу очень часто в комментариях у нас в паблике кто-то говорит что типа вот надо убрать дополнительные запросы в блога инфо он там в ваших шаблонах можете не убирать потому что это по дефолту за кэширована в объекте не запросов базу данных у вас идти не будет не читайте такие гайды которые говорят как ускорить wordpress убрать запросы функции блога инфо это не работает все это хранится в объектном кэше поэтому если вы работаете с общинами то вы уже напрямую работаете с этим объектным кэшированием она по умолчанию включена но она не постоянная то есть она работает только в пределах одного запроса вот вы зашли на главную и только внутри главные у вас это все кэширование есть если вы переходите на следующую страницу то есть запросы в базу данных если какие-то новые у вас ну в общем если новые запросы есть то они происходят если вот здесь вы в 3 total cash включаете объектное кэширование то это включается постоянное кэширование wordpress и он при переходе между страницами сохраняет тот кэш в оперативной памяти и все работает значительно быстрее потому что в базу практически не ходит то есть только если на отдельных каких-то страницах у вас что-то очень интересное запрашивается что есть только на тех страницах но есть еще такое понятие как транзитное кэширование это например вы можете опять же при написании тем или плагинов лучше ознакомьтесь с этим и пиа им по объектному кэширование про транзитного кэширования потому что с помощью транзитного кэширования можно некоторые настройки сохранять в базу на определенное количество времени то есть допустим представьте что вы пишете плагин который запрашивает ваши твиты и если вы просто нагуглите какой-нибудь гайд как написать такой плагин который допустим в сайт баре у вас будет отображать твиты то он по умолчанию по каждому обновлению страницы будут ходить на twitter через айпиай и там это запрашивать и слава богу у вас ну на твиттере у них и 5 этот кэшированный то есть каждый раз вы там их не зададосить и такими запросами но непосредственно ваш сервер все равно будет ожидать эту информацию с твиттера вам это не нужно потому что скорее всего вы не третите со скоростью действий то в секунду и вам не нужна настолько частая информация поэтому большинстве случаев вы можете закешировать это транзитным кэши объектом до транзитным объектом транзитным кэшем в базу данных к себе и у вас в течение часа там будет лежать option в котором хранятся последние твиты и через час у вас уже эта информация обновиться как только будет новый запрос ну то есть вы понимаете можно существенно снизить нагрузку на ваш сервер чтобы он не выполнял дополнительных запросов просто из базы данных это брал а если включено постоянное объектное кэширование то даже из базы данных он бы это не брал просто брал из оперативной памяти то есть это это круто и это все включается вот включением объектного кэширования здесь и и количеством необходимым оперативной памяти свободным у вас на сервере что касается браузерного кэширования то здесь все значительно интереснее тут следите нужно по максимуму хейдеров выставить set expires header cache control entity тег и включить gzip компрессию то есть вот это все нужно всякие google page speed и прочие проверщики они смотрят на это и ваш браузер в том числе на это смотрит если вы вот это по умолчанию все включили то все картиночки он будет кэшировать там ну насколько вы здесь скажете don't set cookies for static files это тоже неплохо зачем вам они нужны можно большое количество секунд указывать для всей статики для css для gs для картиночек здесь вот media and other files везде поставьте что-нибудь большое везде поставьте чтобы хэдеры стояли кэш control policy я кроме max age еще validation ставлю пусть будет вот это вот про прокси хотя google page speed на это ругается фактически большинство пользователей у которых не стоит какой-нибудь сильный firewall или антивирусник на странице они получат нормально за кэшированные картинки не будут заново перескачивать каждый раз поэтому поставьте по максимуму хэдеров в 3 тотал кэш хэдер не обязательно потому что это просто для вас для дебажа не можно смотреть что типа этот файл оптимизирован в 3 total кэшем а тот конкретный нет поэтому да поставьте это для всех видов контента и наблюдаете то есть ну не забудьте включить газип например в engine x нужно по умолчанию еще сервер настроить чтобы газип работал ну и например если говорить там я не знаю про you web design ru допустим то у нас газип естественно включен и он позволяет на 80 процентов уменьшить количество килобайт скачанных то есть не сжатом сайт 88 килобайт весит главное в данной ситуации в данном случае 89 даже практически а с компрессиным 17 практически попадает в те 14 килобайт который один раз он ходит на сервер если мой посмотреть то там конечно значительно меньше он тоже 70 процентов сжим сжимается и 220 килобайт по дефолту и чуть больше 6 килобайт главное весит если она сжата газипом если заново провести то тут миллисекунд достаточно мало то есть engine x все так что же у нас получается на практике если мы все это включим так про стенки сказал да вроде все сказал то есть если мы просто зайдем сейчас на главную посмотрим на сурс то здесь сказано что юзер из логатин и not кэш то есть тут как-то одну секунду открывалась достаточно долго он видимо кэш перри переделывал здесь уже вот 173 миллисекунды даже вне закэширована варианте все достаточно быстро здесь работает до то бэйс кэш и using apc ничего не работает короче говоря если пользователи за логинем но вот в google chrome например я не за логинем если мы здесь посмотрим то кэш и 1 миллисекунда была потрачена на то чтобы эту страницу сформировать и мне отправить то здесь еще 9 миллисекунд было по запросам к базе данных вот вы можете видеть что почти все объекты закэшированы все запросы в базу данных в том числе то есть получается что тут в сумме 10 миллисекунд сайт открывается ну собственно браузер дольше тупит чем он открывается здесь все ходит настолько быстро что зависит уже только от вашего интернет-канала и как быстро вас загружаются вот эти картиночки которые фичерд имиджами обозначены да все остальное вот кэш и 1 миллисекунда понятное дело у меня здесь трафик не такой большой по мере увеличения трафика могут увеличиваться времена отдачи статических вот этих страниц из-за пичпи кэша но тем не менее то есть если мы например апатч бенчмарком протестируем это все 30 запросиков быстренько отправим по два одновременно то в течение двух секунд они все обработаются ну и тут под 13 реквестов в секунду ну вот вы можете посмотреть давайте например соки ру какой-нибудь попробуем под и досить чуть-чуть но так но уже вы видите что даже у них немного дольше это все происходит даже я бы сказал не немного бог больше намного больше они к сожалению все равно денег зарабатывают больше чем я поэтому я им не могу потыкать в лицо этим что 12 секунд у них вместо двух потребовалось на то чтобы разобраться с моими 30 запросами но тем не менее да ну как статью в дизайн она же она на одном и том же сервере находится я думаю здесь тоже достаточно быстро это будет хотя может быть чуть чуть подольше потому что главное весит конечно разное количество ну и трафик на него немного другой поэтому может быть дольше то есть да здесь примерно так же как у соки ру но нет longest request у них было все равно у них были у них были реквесты которые дольше сейчас по второму разу он уже закешировал и значительно быстрее должно быть но нет значительно быстрее не будет но в общем вы поняли суть если следовать всем вот этим советам использовать например в 3 total cash то то все будет вообще хорошо а потому что у меня на на юб дизайне не включена объектное кэширование кэширование базы данных там только страничная включена поэтому поэтому такой такая разница в во времени то есть mysql это достаточно такое узкое место для для вордпресса вообще но вам собственно кто угодно это скажет кто работал с mysql и поэтому да наверное надо подходить к концу подходить к завершению то есть ну вот освежите еще раз то есть есть три плагина я рекомендую в 3 total cash пишите в комментариях вы какие используете какие конфиги и так далее и вот что касается всего подытоживания обязательно нужно на уровне браузера все выставлять хорошо настраивать gzip включать на сервере включать кэширование в интерпретаторе то есть акселераторы скорее всего вам у вас не пич пи 5 6 и какой-нибудь 5 3 или 5 4 для них нужно отдельно устанавливать эти акселераторы или apc или xcash это посмотрите зависимости от конфигурации вашего хостера у вас в 3 total кэши будут активны те или иные опции или не будут никакие активны можете использовать диск кэш для этого все равно будет чуть быстрее работать но да ну и с базами данных поиграйтесь если у вас прям существенно меньше время отклика то то да можно можно в эту сторону посмотреть это профилируется достаточно легко вот там есть какой-то pearl скрипт mysql tuner что ли он по-моему называется можете им прогнать свою базу данных посмотреть как она работает вообще посмотреть какое кэширование поправить или не поправить так что да с вами был юг дизайн подписывайтесь на канал ставьте лайки рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своими рецептами по оптимизации сайтов ну так всегда по скриптам некоторые очень много людей любят там когда у них google page speed там выдает 90 плюс хотя вот если верить данным gt matrix то у меня тоже он там 95 выдает но просто дело в том что если ваши сайты открываются меньше чем за пол секунды или хотя бы меньше чем за секунду то в принципе у вас уже все в порядке можете не париться то что вот вот эти вот супер цифры когда там куча запросов в секунду и так далее обрабатывается это на самом деле не самое главное самое главное что ваши пользователи могли нормально потреблять ваш контент и не ждали по несколько секунд пока у вас все открывается так что вот как то так поэтому но мы еще будем выкладывать ролики по оптимизации потому как отложено загружать скрипты javascript файлы и так далее то есть это еще будет поэтому оставайтесь на связи всем удачного дня пока а а Продолжение следует...